Александр Петрович был украинец, был человек, который любил свою Украину и который очень тяжело переживал те события, которые были в то время, когда он жил на этой земле. Я как бы родственник Александра Петровича и хочу показать вам вот эту фотографию, чтобы вы посмотрели, когда я был совсем юным мальчиком, и Александр Петрович тогда приехал в Киев, и мы сфотографировались вместе. Это вот Александр Петрович сидит посрединке, мой брат старший Александр с этого бока, которого назвали в честь Александра Петровича Александром, Сашком, и вот я тут с правого боку, с правой стороны имя, которое я получил от Александра Петровича. Он меня назвал Тарасом, и мои родители согласились, что в честь Тараса Шевченко. И это очень многому обязывает. Имя обязывает, родство с таким человеком, каким был Александр Петрович. И с возрастом я стал понимать все больше и больше, что это был за человек. Но то, чтобы вам рассказать немножко подробнее, я хочу представить сам, что я врач. Всю жизнь занимался психиатрией и терапией, то есть лечением больных с различными психическими расстройствами и зависимости от различных психоактивных веществ. И чтобы заниматься с этими людьми и работать с ними, конечно, нужно стараться вникнуть в их жизнь, в их горе. И как-то помочь исправить их мышление о самих себе и о том, что нужно и что главное в этой жизни для того, чтобы вообще быть удовлетворенным и жить. Почему? Почему такие мысли приходят и давно уже пришли в мое сознание? Моя мама когда-то была, она была врачом, и она мне говорила, И ты врач, запомни, что недолечить больного, это значит предать его, это предательство. И ты должен до конца вести пациента, чтобы он почувствовал, что он может быть здоровым. Что многое зависит от него самого, от его мировоззрения и от его понимания той ситуации, в которой он оказался. И это так, действительно. Я родился в Киеве, на улице Ленина. Сейчас она называется Богдана Хмельницкого, улица. И правильно. Никакой Ленин ничего хорошего не мог сделать ни для Украины, ни одной другой страны. Так вот, значит, Александр Петрович в то время тоже жил в Киеве. Это было перед Великой Отечественной войной. И он вот своим присутствием только облагораживал людей и очень позитивно влиял на их психическую деятельность. Он обладал качеством эмпатии к людям. Независимо от того, какие это были люди и какой они были профессией, какого они были возраста, вероисповедания. И они это чувствовали. Чувствовали, что среди них находится человек, который несет добро. Несет высокие морально-этические нормы, которые он получил от своих предков. А он родился в христианской семье, в семье потомственных казаков, которые привыкли верить в Бога, служить Богу и соблюдать все Божьи заповеди. Вот это вошло в его жизнь, в его сознание, в его менталитет. И этому он никогда не изменял. Вот именно этому направлению. Вот это любовь к своим родителям, к тому, что они делают, к тому, что они проповедуют. А бабушка особенно любила молиться Богу, стоя на коленях. Это была ее такая особенность. Я помню это, когда я жил в Киеве, как она становилась на колене утром и вечером обязательно. И перед тем, как принимать пищу, она обязательно перекрестилась. И обязательно говорила слова, направленные к Богу. И благодарила Его за то, что есть такая возможность жить и нормально питаться. Вот это все унаследовав Александр Петрович, стремился это воплотить в своей жизни, в своем творчестве, которое он искал. Что же я способен? Кем я могу быть? И искал очень много-много лет. Вот, скажем, закончил начальную школу в Соснице, в сельской местности. Он затем поступил в Луховский педагогический институт. Это было непросто. Значит, надо было сделать выбор. И отец Александра Петровича спросил его, где ты хочешь учиться. Александр Петрович ответил, я хочу учиться там, где нужно сдавать экзамен. Для того, чтобы поступить в это учебное заведение. Я хочу учиться там, где есть более или менее достойная стипендия. И он поступил в Луховский педагогический институт. И вот в этом институте, среди вот этой молодежи, которая в то время училась, он начал глубже понимать, что такое Родина, что такое национальность, что такое любовь к своей истории и к своему народу. Это великое, ну, такое, великое стремление к познанию и пониманию смысла жизни. Кто я? И кем я могу быть? И как я могу быть полезен своей Родине? И Александру Петровичу повезло. В то время в Глухове была интеллигентная семья, которая начала показывать детям фильмы художественные и документальные. Что производило очень большое впечатление на сознание Александра Петровича. И он постепенно стал приобщаться к искусству, обладая очень огромными интеллигентными возможностями, очень мощной памятью. Вот для того, чтобы показать, что значит была у него мощная память, однажды в Союзе Писателей России он читал свой сценарий. Но оказалось так, что он его забыл. Текст напечатанный он забыл дома. И его супруга Солнцева с собой его не взяла. Тогда он читал сценарий полностью. Два часа с половиной он читал на память. Вот такая была у него способность и такая, ну такая любовь к выражению, к самовыражению, любовь к искусству. И все удивлялись, как это, как это вообще возможно. Но так оно было, такова жизнь. После окончания Глоковского института Александр Петрович был направлен на работу в Житомир, на Украине с определенной доплатой тогда царского правительства 18 рублей в месяц за русификацию украинского народа. Но это было не для Александра Петровича. Потому что отказаться от того, что, каким языком говорили его предки, его родители, а ему повезло, потому что он знал свою бабушку, и дедушек знал, и со стороны своего отца, и со стороны матери, это было не под силу этому человеку. И он преподавал несколько предметов в школе. Географию, естествознание, физкультуру, физику. Несколько предметов он преподавал, и вот этим он зарабатывал. И там, в Житомире, он познакомился со своей будущей женой Криловой, Марварой. Она была педагогом, к которому они сошлись именно на духовной почве. Вот духовность их притягивала друг к другу. Об этом писал Александр Петрович. И мне посчастливилось увидеть эту женщину, какова она была в действительности. И посетить то место, где она жила последние годы своей жизни. Это было под Киевом. Извините. Ну, не знаю. Может быть, дело же такое, что мы с вами... Я не устал. Я совсем не устал. Мне приятно говорить об Александре Петровиче, вспоминать о нем. Понимаете? Ну, может быть и так. Ну, как бы мне повезло, наверное, в жизни, что я в такой семье родился. И отец был врач, и мама врач. И врачебными определенными знаниями, знаниями уметь лечить и помогать людям, обладала и мама Александра Петровича, Дарка Ермолаевна. Ну, вот, значит, немножко все-таки надо вернуться к тому, что Александр Петрович искал свое место в этой жизни. Он рисовал, зарабатывал своими рисунками. Он из Житомира поехал в Харьков, куда его пригласили, и он там работал в издательствах. И в Харькове он познакомился с украинской интеллигенцией. Ну, достаточно назвать такие имена, как Велевый, Блокитный, Тичина, Рельский, Бажан. Он в то время был также там. Те люди, которые имели свое глубокое представление о том, что творится и что надо сделать. А представляете, уже свершилась революция. И уже была надежда, что Украина приобретет какую-то независимость, автономию. Сформировалось правительство украинское, Волгобед Грушевским. Была вера в то, что удастся, наконец-то, быть свободной и независимой украинской страной. То есть вернуться к тому, чем была Украина совсем недавно того времени. Но события развивались совсем по-другому. Почему я вот говорю вам немножко об истории того времени? Потому что говорить о таких людях, как Александр Петрович Довженко, без понимания исторической обстановки, которая была в то время, просто невозможно. Да мы не поймем, как это все произошло. Каким образом этот человек был назван первым гением в киноискусстве. Именно Довженко назван был. Никто другой. Ни из Россиян, ни из Эйнштейна, ни, естественно, великий кинорежиссер Неподовкин. Даже не Чарли Чаплин, а Довженко. Когда великие интеллектуалы того времени посмотрели фильм Довженко, они сказали, наконец-то в киноискусстве появился гений, которого можно сравнить с величайшими гениями, которые творили музыку на всем протяжении развития человечества. Вот такое было восприятие Александра Петровича. Но я хочу вам сказать, что вот такая высокая такая оценка, она не влияла негативно на Александра Петровича. Почему любовь, любовь к родине, любовь к человечеству, любовь к искусству. Вот это были те мотивы, которые постоянно двигали им. И мы же понимаем, что при создании украинского государства, в конце 17-го, 18-го, 19-го века, появились политические силы, которые не давали возможности Украине развиться. И прежде всего, конечно, это был режим, который тогда назывался большевистским, назывался Советская Россия, там и так далее. Мы должны понимать, и мы понимаем с вами прекрасно, что есть народ, а есть правительство, которое им управляет. Есть народ со своей идеологией, со своим пониманием действительности, со своей верой. А есть правительство, которое управляет этим народом. И не всегда понимает, что он из себя представляет. Был такой дом, построенный в Харькове, который назывался Слово, от буквы С. Он так был построен, вот таким, значит, буквой С, Слово. И туда поместили исключительно представителям украинской интеллигенции. Вот как дом на набережной, скажем, в Москве. Это была одна идеология. С послушивающей системой и так далее. И для того, чтобы легче было следить вот за этими людьми, которые живут в этом доме, которые имеют мышление, понимание, желание разобраться в том, что происходит в действительности. И какой новый мир строится в то время. Санкт-Петербургич тогда работал художником и был членом одной из газет, «Вести» называлась она, и дружил с людьми высокоинтеллектуальных того времени. Это был, прежде всего, конечно, хвилевый, облакитный, Татьяна, Яновский. Но время так шло, и так развивались события, что они были удивлены тому, что происходило. Ну, например, первый Голодомор, то есть геноцид украинского народа, начался в 21-м году. 21-й и 22-й год. Светущая земля. Сытый народ. И устраивается Голодомор. Кто дал право? И почему это началось? И кто был идеологом всего этого? Вот они должны были разобраться, эти люди, и понять, как же дальше жить, по какой идеологии, кому служить, народу своему, или теми людьми, которые руководят этим народом. Это разные позиции, разное понимание. Тарас Миколаевич, скажите нам, пожалуйста, с повода, как вам приводится? Теперь, значит, да. Дякую, дякую, Лена. Как я пригадываю, как я помню, Александра Петровича. Хорошо. Александра Петровича я помню прямо с детства. Вот такой маленький был мальчик, Тарасиком. Мне еще года не было. Я уже знал Александра Петровича. И знал его маму, и знал дедушку, конечно, потому что они опекали, опекали, значит, своих, своих внуков. И когда Александр Петрович приезжал в Киев, он был выслан с Украины, приезжал в Киев, он останавливался в семье моих родителей. То есть там, где я жил. Это был центр Киева. Вот сейчас это улица Антоновича. Тогда она называлась сначала сначала Кузнечной, а потом ее Кузнечной, точнее, Кузнецы, создававшие эту улицу, а потом она стала называться улицей Горького. Не горькая она была, а светлая, радостная. Там были сады. Там, благодаря Терещенко, известному магнату и известному общественному деятельности, деятелю, расцветали сады. Там был создан музей искусства. Два музея. Один русского искусства, другой украинского. Она улица Горького. Так вот, Александр Петрович, когда приезжал к нам в Киев, все как-то изменялось в семье. Я с братом стал, начинал лучше учиться. Мы начинали становиться более вежливыми и приветливыми. у нас во дворе, там, где мы жили, возле дома, там были небольшие площадки, такие искусственные. Не такие, как сейчас, конечно, прекрасные площадки спортивные. Но все-таки они были. И вот мы после каких-то спортивных соревнований, спортивных занятий прибегали домой с братом, ну и как молодые такие озорники на кухню, на кухню, где у нас была домработница, что вызвало удивление и определенное негодование Александра Петровича. Он нас позвал к себе и сказал, вы понимаете, что кухня это творческая лаборатория. Тот, кто там работает, тот, кто готовит пищу, это творческий человек. И готовят пищу, он думает о вас, он думает, как сделать так, чтобы вам было приятно, чтобы вы были сытыми. А вы туда выбегаете, как будто бы вы, ну не знаю, откуда, откуда вы прискакали. Когда вы заходите в кабинет к отцу, сказал Александр Петрович, вы же к нему стучитесь в комнату. Он там работает, отец у меня был хирургом и профессором. Вот такое же должно быть уважение и к тому человеку, который трудится на кухне. и мы стали изменяться с братом. Мы стали понимать, что так нельзя, нельзя быть таким, ну и сказал бы сейчас уже, по-видимому, легкомысленным и думать, что ну на кухне дом работает. Ну и нет. Это творческая личность. Это фактически принятый в семью творческий человек, который помогает нам жить. А так как Александр Петрович обладал психотерапевтическими врожденными навыками, он, конечно, старался нас приобщить к какой-то активной художественной деятельности. Ну, например, он обнаружил, что мой брат тяготится к рисованию и неплохо рисовал для своего возраста. Он тогда, значит, брал какую-нибудь там фигурку или статуэтку или чашку и просил, что Саша, а ну-ка, намолюй. И вот мой брат сидел, там, выписывал, рисовал. Александр Петрович ему подсказывал, где должна быть тень, какая должна быть красота в этой чашке. Она не просто чашка, она должна быть приятной, красивой, с желанием владеть такой чашкой. И это все входило в душ моего брата. А потом он и мне советовал, Тарас, вот я тебе даю книжечку, а он это всегда делал и своим друзьям раздавал книжки записные небольшого размера и сюда записывайте, записывайте жизнь. Это было и во время войны, и во время этого террора советской власти, которая была на Украине того времени. И ты, Тарас, записывай все, что тебе нравится, все, что ты любишь, внеси сюда. То, что ты читал, то, что произвело на тебя сильное впечатление. И я начинал думать, что же я могу туда внести, что я могу записать. Недалеко от нашего дома была церковь, Владимирский собор, он и сейчас стоит. Туда иногда ходила моя бабушка, хотя уже была она пожилого возраста, уже было ей 80 лет и за 80. Ну, естественно, я туда ходил с ней вместе. И однажды учительница меня увидела, что я в церкви. И она меня сказала, не ходи в церковь, не надо этого дела. Это я тебе говорю, учительница, наш классный руководитель. Ты мне веришь? Вот я записал тогда в книжечке «Я вам верю». Но Богу я верю больше, чем вам. А кто меня это намучил? Бабушка. Она «Поверь, Тарас, Бог все знающий, все видящий». Если ты поверишь этому, поверишь, будешь принимать эту веру нашу христианскую, ты будешь счастливым человеком. Но вы же сами понимаете, что в тот период атеизма, злого атеизма, который тогда существовал, не так-то было просто приобщиться к религии и поверить в Бога. Очень непросто. А в комнате матери Александра Петровича была икона святой Миколая. Святой она молилась. И вот бабушка меня подводила к этой иконе. И ты умеешь креститься? Конечно, я был человеком, который всего этого не знал. мальчиком невоспитанный в религиозном понимании смысла жизни. Но уважение бабушке, уважение к Александру Петровичу, вот она как-то переходила к вере в то, что жизнь еще есть и другая, кроме того, что диктует нам эта власть. Теперь я вам рассказываю об Александре Петровиче, рассказываю вам о том, что он старался нам прибить и какие качества и какие чувства. Вот он на нас посмотрел, вот два мальчика. И Александр Петрович еще до войны решил поставить фильм Тарас Бульба по Гуголю. Естественно, он написал сценарий. И тогда он сказал, знаете, что, Саша будет Остапом, Атарас будет Андреем в этом фильме. Мы это запомнили, брат, прекрасно. Мы стали читать больше, Гоголя читать, студировать, что это были за парни, что это были за ребята, которые приехали из бусы к своим родителям и встречали отец и говорят, ну повернись к осылку. Подымлюсь, посмотрю. И через некоторое время даже был фильм американский Тарас Бульба. Это был такой немой фильм с определенными ну такими украинскими, конечно, из-за определенной украинской идеологии и любовью к жизни. И там был и Андрей, и Остап, и Бульба, и мама их. И вот тогда начала зарождаться мысль о том, что хорошо бы приобщиться к искусству и мы бы даже к режиссёре, о которой вот у нас такой есть дядя, Александр Петрович. Но жизнь вносила свою коррекцию в нашей жизни и Александр Петрович ушёл. Ушёл в другой мир и земной жизни, внеземную. в памяти он жил у нас, он оставался. Я помню, когда так случилось, что умерла его мама, это был 1948 год, и когда он приехал хоронить её, и как он стоял у её обездвиженного тела в плаще, он был, он даже не раздевался, он сразу побежал к маме, он стоял над её, над её телом, и надо было видеть его лицо и слёзы, которые лились из его глаз. Потом он, Александр Петрович, попросил моего отца, хирурга, нельзя ли забальзамировать маму, чтобы в той земле, где она будет похоронена, чтобы как можно дольше сохранилось её тело. Ну, естественно, мой отец обладая определёнными связями, всё это сумел сделать, забальзамировали бабушку и похоронили. А ведь до этого бабушка жила в Киеве, а потом она, значит, была забрана после освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков, она была забрана Александром Петровичем в Москву. где жила вместе с ним. Ну, понимая, что жизнь начинает сокращаться, срок жизни, она начинает уходить, и она услышала, что очень много кремаций происходит в Москве, в Москве, она сказала, Саша, отвези меня на Украину, там этого не делают. И это действительно было так. И Александр Петрович повёз бабушку, свою маму, в Киеве, тогда она жила в Киеве. естественно, никакой кремации не было. сейчас как бы образ передо мной бабушки Александра Петровича. А ведь Александр Петрович живя в Москве очень любил петь песни вместе со своей мамой. Они пели украинские песни вместе, вдвоём. И Александр Петрович записал те песни, которые его мама любила петь. И эта книжечка издана. Называется она «Наспевала мне маты». это было вот нечасто встретишь в жизни вот такие вот результаты вот таких отношений родителей с детьми. И такую любовь, и такое уважение, и стремление сделать своих родителей ну хотя бы в поэзии, в искусстве. бессмертными. И вот эта книжечка вышла, значит, песни мамы Александра Петровича, которую она пела. И которую Александр Петрович вместе с ней пел. это я рассказываю вам для того, чтобы подчеркнуть специфику характера Александра Петровича. Ну, естественно, наша квартира, когда приезжал Александр Петрович, она превращалась в некую приемную, куда к Александру Петровичу приходили известные в то время писатели, известные актеры, поэты, не общались с Александром Петровичем. Я там видел Рыльского, Тычина, Яновского, Тимошенкова, актера, Тарапунька, который был известным известным актером, да, Венграновский, поэт и режиссер впоследствии, Малышка, Андрей Малышка, который безумно любил Александра Петровича. Ну, ушел Александр Петрович, ушел в другую жизнь, в другой мир, и тогда я стал просматривать его фильмы. И что мне больше всего понравилось, я вам скажу, что тогда я очень любил его фильм «Аэроград» и «Черс». «Аэроград», потому что Александр Петрович нам рассказывал о Дальнем Востоке, об этих землях, об этой тайге, о том животном мире, который там живет, и о том сценарии, который он должен был написать вместе с Фадеевым. Ну, так произошло, что понимание того, что они видят у Фадеева и у Александра Петровича было разное. Александр Петрович сам написал сценарий «Аэроград». Это было очень-очень интересно, во всяком случае для меня, когда я понял, что человек, даже если он в чем-то расходится с другим лицом, даже если это его друг, то нельзя наносить в себе какую-то злобу на этого человека. И вот в этом фильме «Арсенал», там два героя этих фильма, и так случилось, что один из них перешел на сторону белых, а другой на сторону красных. И как же жить, если они в разных идеологиях, в разном понимании этой жизни? И причем тот, что перешел на сторону красных, получил задание убить этого человека. Вы представляете? Убить. А он никогда никого не убивал. Это были верующие два. Не просто товарища, не как братья, потому что на Украине товарищество даже выше братства. Это очень святое. и люди всю жизнь отнесут вот это вот уважение и любовь к тому, с кем он подружился. и тот, кто перешел к белым, он понимает, что он должен быть убит своим побратимем, своим товарищем. а красный его товарищ понимает, что он должен совершить зло по велению каких-то других людей. И вот там кадр один есть. Один кадр, когда они расстаются, и он говорит то, что за белый, ну-ка, дай мне бремя. Он говорит, пожалуйста, сделай, что ты хочешь. И он так становится в тайге и кричит. И тогда ему отвечает. То есть жизнь как бы больше, чем просто жизнь человека отдельного. И они вот так расстаются в этом фильме. Я вас слушаю. 25 лет от 25 от Александра Петровича. Как они выяснялися? Как это дата ювейна выяснялась? На Украине, поки иснувала радянская влада, Александр Петрович относится к тем людям гениальным, которые не нуждаются в том, чтобы их юбилейные даты праздновали. Так же, как мы празднуем юбилейные даты таких высоких людей, высокогениальных, как Франко, Шевченко, Леся Украинка. Мы каждый год отмечаем эти праздники, их день рождения, поклоняясь этим людям и понимая, сколько они сделали для нас. Так и Александр Петрович. Но я все-таки помню 80-летие со дня рождения на Киевской киностудии, которой он стал, и которую советская власть его не пустила после войны. Я помню 100-летие Александра Петровича, которое отмечалось тоже на Киевской киностудии, и я там присутствовал. Такая была очень радостная атмосфера. И тогда были живы те люди, которые знали Александра Петровича, которые его любили, которые понимали, что он сделал. И как он помог им в жизни стать другими людьми и возвыситься над какими-то неизменными состояниями. Я помню этих людей. Я помню, приехали иностранцы. Потому что для них имя Довженко – это все. Так же, как имя наших великих украинцев, создававших для человечества образцы художественного, философского, политического понимания жизни. Вот это я прекрасно помню. Я помню Дом кино, когда отмечалось столетие Александра Петровича на Брестской улице. Дом кино. И старый Дом кино, в создании которого принимал участие Александр Петрович. И тогда писал в правительство, помогите, надо создать такой Дом кино. Это была его точка зрения. И так оно произошло. Александр Петрович, я мог бы рассказывать вам бесконечно. Ну, я думаю, что уже вот 8 часов, без 5 минут. Может, мы тогда как-нибудь это закончим. Но я вам очень советую. Я вам очень советую почитать в Александре Петровиче. И вот такая книжка. Александр Петрович вчера и сегодня. Жалко, что ее нет в этой библиотеке. А в такую библиотеку я когда-то передавал. Такую книжку. Не знаю, может, она сохранилась. Может быть, нет. Но вот эти воспоминания. Кашевал из Ивана написал. Прекрасно, лучше всех я ничего подобного не читал. И, естественно, Сверистюк. Евген Сверистюк. Я думаю, что вы его, так сказать, может быть, кто-то из вас и слышал об этом. Очень талантливом человеке. Которым я тоже познакомился. И я его спросил. Последнюю ноту хочу пожарить. Как вы воспринимаете Александра Петровича? Он, значит, он как бы ожил после этого вопроса. Ему очень понравился этот вопрос. И говорит, я его очень любил. Это было одно из украшений нации. Там в любой нации есть рождается такой человек. И что еще? И он добавил. Но Довженко не мог не быть диссидентом. По своему интеллекту, по своему пониманию жизни. По философскому осмыслению того, что происходит на земле. И как надо все это изменять. И насколько это можно сделать глубоко и быстро. И каким образом. Вот он об этом говорил. И об этом была его забота. Сделать человека прекрасным существом. Вот об этом он мечтал. И когда он выступал, там говорил, что... Говорил, что мы не смогли. Хотя большевики все время говорили, что не создали там нового человека. Мы не смогли создать нового, прекрасного человека. За все годы существования вот этой... Советской действительности и Советской власти. Исходя из соображений Александра Петровича, я понимаю, что сейчас жизнь очень непростая. Как на Украине, так и в Российской Федерации. Но будем надеяться. Будем надеяться на хорошее. И верить в то, что человек и человечество не придет к Третьей мировой войне. И не будет хвастаться там вооружением и атомными бомбами. А будет говорить о том, насколько жизнь может быть прекрасной. И украшать эту жизнь обязан человек. А не бить себя в груди. Я говорю, что мы там создали бомбу и еще какую-то гадость. Или автомат. Ну и вам к черту. Нам надо, чтобы был мир. Чтобы было спокойствие. Чтобы была радость. Чтобы человек в старости получал хорошую пенсию. А не такие копейки, которые он получает сейчас. Чтобы хорошая была медицина. Образование бесплатное. Для наших потомков, для наших детей. Внуков и правнуков. То, о чем мечтали великие люди, которые любили жизнь. И верили в то, что она может быть лучше, чем она есть сейчас. Я думаю, что я, наверное, на этом закончу. Если у вас есть вопросы, я вас послушаю. Пожалуйста, почему Довженко не мог вернуться на чьи спуски? Потому что был запрет большевиков не пускать в Россию Довженко. Был запрет. Из России на Украину не пускать Довженко. Почему? Они ничего не объясняли. Но Довженко-то всегда понимал. Почему? Потому что человек типа Довженко создавал национальную студию. Национальный дух. Возрождал национальную культуру. А те, которые правили нашей страной, это некрофилы. Я не знаю, знаете ли вы это слово. Им это не нужно было. Они этого боялись. И те, которые даже раньше были друзьями Александра Петровича, они писали доносы и просили, не пускайте его на Украину. Потому что сразу они становились маленькими и ничтожными по сравнению с ним. Это был и Корничук, и Бажан, и вся эта нечисть. Что-что? В Киеве или где родился, есть ли музей? Я не совсем понял ваш вопрос. Музей. Про сосны все расскажите. Про сосны, что музей. Что-что? Есть ли музей? Музея? Музея нет. Есть музей на Украине, в Соснице, там, где Александр Петрович родился. Вот там есть музей. На Украине, в Киеве, такого музея нет. Когда Александр Петрович жил здесь в Москве, на Кутузовском проспекте, и там у него была трехкомнатная квартира, то его жена надеялась, что в этой квартире будет какой-то, ну, может быть, маленький такой музейщик, вот, выдающемуся кинорежиссеру. Вот. Она написала там письмо, в ЦК и все. Но пусто. Ничего не удалось сделать. Так же, как я когда-то писал письма с просьбой сделать музей в Киеве, где Александр Петрович останавливался в нашей семье, у своей сестры. Это был последний приют, Александр Петрович. Ноль ответа. Ноль. Понимаете, я же, я тоже верил, что они должны это сделать. Поэтому я писал, но ничего не получилось. Вот товарищ Сталин встречался с Александром Петровичем несколько раз. Я даже приехал к нему на Кутузовский проспект и прогуливался с ним по проспекту, беседуя с ним о жизни. Почему? Потому что он в этом человеке видел нечто необычное, чего не хватало не только ему, но всему ему окружению. А Довженко ему рассказывал о жизни, о том, что он превращает народ в крепостных, в рабов. Что стали народы жить хуже, чем он жил до образования в этой советской республике. И он не боялся этого, зная, что он может быть завтра же убит. Завтра. И мы же все прекрасно знали, что это было так. Вот был такой выдающийся психиатр Бехтерев. Я думаю, что вы все слышали об этом. И Бехтерев. Он приглашал товарища Сталина, чтобы посмотреть его, потому что Сталин себя плохо чувствовал. Он посмотрел. А потом, значит, ассистент спросил Бехтереву, ну что? Бехтерев произнес одно слово. Парановик. Это, значит, шизофреник. Больной человек. Через два дня Бехтерев был убит. Я тогда сейчас спрашиваю и выяснил, почему Бехтери Александра Петровича. А были покушения на него? Были покушения. Настоящие. Ну, ему повезло. Значит, Бог его хранил, как бы. Вот он, ну, все-таки организм стал сдавать. Вы понимаете, как? Вот если мы возьмем биографию выдающихся украинцев, ну, допустим, Шевченко 10 лет просидел в вооруженных силах. 10 лет. Без права писать и рисовать. Писать свои стихи, свои вещи и рисовать. Вот такая, такой же запрет наложила советская власть на Александра Петровича. Ничего не издавалось в период его жизни. Ни одно произведение. Потому что они не чувствовали и они понимали, что не может жить вашей идеологией. И вашей... Я вам очень благодарю. чтобы посидели и выслушали в мою точку зрения. Ну, что сделаешь? Жизнь. Есть жизнь. И она не всегда такова прекрасная, как говорили нам в детстве. Человек рожден для радости. И об этом писал и Горький. Но в действительности он не рожден для радости, оказывается. он рожден для огромных несчастьй и умения бороться и побеждать. Вот для чего он рожден. Побеждать и верить в Бога. Верить в великие заповеди божественные и выполнять их. потому что не по словам нашим нас будут судить. И Бог нас будет судить в свое время. А по нашим делам что же вы хорошего сделали на этой земле? Я думаю, что Довженко в рай попал. Дай Боже. Потому что он всю жизнь стремился к хорошему. Всю жизнь. Спасибо вам за внимание.